Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Из-за хищения грантовых денег в Кировской области возбуждено уголовное дело. В хищении подозреваются директоры сельскохозяйственного производственного кооператива Верхошижимского района. Рассказали в областном следственном управлении. По версии следствия, директор кооператива ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя, который не имел намерения по созданию и развитию КФХ, но при этом поучаствовал и выиграл в грантовом конкурсе «Агростартап». А после получения из бюджета 3 миллионов рублей, по указанию директора кооператива, перечислил ему денежные средства якобы по договору купли-продажи здания «Телятника». Цели гранта и социальный эффект от реализации проекта достигнуты не были. Денежными средствами директор кооператива распорядился по своему усмотрению. Тем самым совершил хищение бюджетных денег путем обмана. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Доходы бюджета Кировской области выросли на 13% за 8 месяцев этого года. В областную казну поступило 73 миллиарда 800 миллионов рублей. Это 71,5% к годовому плану. Сумма на 8,5 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Министерство финансов Кировской области. Собственные доходы бюджета составили 46 миллиардов 800 миллионов. Большая часть из них – налоговые поступления. Финансовая помощь из федерального бюджета – около 27 миллиардов рублей. Потратил регион за 8 месяцев около 70 миллиардов. Это 61% к годовому плану. В эфире «Экономика». Строить новый микрорайон в Нововятске будет Кировская компания. Подведены итоги аукциона, на который был выставлен земельный участок площадью 24 гектара в Нововятском районе на территории строящегося микрорайона Верхней Черемушки. Там планируется реализовать проект комплексного развития территории и возвести микрорайон среднеэтажной застройки с детскими площадками, озеленением, благоустройством. Согласно итогам аукциона, право заключения договоров на аренду земли и КРТ получила кировская компания М2. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.